Ассаляму алейкум, дорогие братья и сёстры. Планируется строительство мечети в городе Бакал. Инициаторами строительства мечети стали мусульмане города Бакал. Численность населения города – около 20 тысяч человек. Весной 2018 года на общем собрании мусульман во дворце горняков выносится решение о строительстве мечети. На собрании присутствовали глава города Бакал – Зарученцев Андрей Леонидович, имам Хатыб города Садка – Шамсуддинов Денислав Рамилович и имам Хатыб города Бакал – Латыпов Наиль. Глава города поддержал идею строительства мечети и обещал содействовать в строительстве. В настоящее время завершается оформление земельного участка под мечеть. И не нужно понимать, что отдавший 100 рублей заслуживает меньшей награды, чем отдавший 10 тысяч. Может, первый совсем не богат, и пожертвовать 100 рублей для него – большая трата. А второй, может, миллионер, и ему ничего не стоит отдать 10 тысяч. Поэтому перед Аллахом 100 рублей первого может быть более значимой тратой, нежели 10 тысяч второго. Уточняйте актуальность сбора на сайте. Ссылка в описании под видео. Басмиллахи рахмани рахим, альхамду лиллахи, рабил халамин. Вассалату вассалям на расулинах, хабибина, мухаммад, вагаля алейхи, в асхабихе, хичмагин. Уважаемые братья и сестры, саляму алейкум и рахматуллахи в баракатух. Меня зовут Шамсуддинов Денислав Рамилович. Я являюсь имамом мечети города Садка Челябинской области. Я сейчас нахожусь в городе Бакале. На месте, где, иншаллах, мы планируем строительство мечети, находится это по улице строителей дом 11. В 2018 году весной Бакальцы собрались и изъявили желание построить мечеть. Но, однако, есть некоторые трудности, именно финансовые. Уважаемые братья и сестры, всех призываю вас помочь в этом деле, так как Всевышний Аллах в Коране говорит, оживляют мечети только те, кто уверовали в Аллаха в последний день, совершали молитву и выплачивали обязательную милостыню. И только они боятся Всевышнего Аллаха, и они идут прямым путем. Также пророк Мухаммад в хадисе говорит, если человек построил мечеть даже с размером гнездышка Куропатки, то Аллах построит ему дом в раю. Ассаляму алейкум и рахматуллахи и баракатух. Ассаляму алейкум и рахматуллахи и баракатух. В прошлых сериях мы говорили об Адаме, алейхиссалям, о его жизни в раю, о том, как Иблис пришел к нему и нашептывал ему дурное. Внушал ему мысли, лживые мысли. И что он сделал? Он заставил его поверить в эти мысли. Сказал, клянусь Аллахом. В итоге Аллахом поклялся, что если вы съедите с дерева, будете жить вечно, и что станете подобный ангелам и обретете бессмертие, что же сделал Иблис? Он подготовил почву для забывчивости. И в тот момент, когда он наущал Адама и Еву, нашептывал им Адама, алейхиссалям, и Хаву. Мне кажется, что в библейской истории это была Хава, женщина, которая ослушалась первой, и за ней уже мужчина последовал за ней, с дерева съел. Съела она, съел он, и она якобы совершила первородный грех. И из-за первородного греха, упаси Аллах, конечно, от таких убеждений, но что она якобы была наказана тем, что женщина начала рожать. И вот, каждый раз, когда женщина испытывает боль при родах, это наказание за первородный грех в раю. Это ужасно. Мягко говоря, ужасно. Во-первых, по исламу мы даже не считаем, что она первая съела с дерева. В Коране ясно говорится в суре Арав. Дьявол стал научать их. Оба они подвергались этим наущениям. А вот и суры Тога. Аллах говорит, они поели с него. То есть, они оба поели с этого дерева. И нет такого, что один поел прежде другого. И в итоге, если что-то сделал кто-то один, вот, например, если бы было так, что Арава съела первой, а других женщин после нее в чем грех-то? Им-то за что боль терпеть и наказание из-за Хауи? Если бы это был Адам, если бы это он первым поел с дерева, почему тогда позже один человек, а именно Иисус, пришел, чтобы скупить грехи всего человечества? Это же не имеет смысла. Я вот дискутировал с человеком однажды, с христианином. Он мне рассказывал о том, во что верят христиане, пытался меня в христианство обратить. Это его право призывать. И у меня есть право призывать к исламу. Я ему говорю, если я приму сейчас, в чем разница? Ее нет. Он говорит, как нет разницы, ты спасешься, получишь любовь Иисуса, а когда получишь ее, когда ты обретешь спасение, за счет этого ты войдешь в рай, на небеса. Я говорю, смотри, пришел ли Иисус, чтобы искупить грех людей? Грехи людей искупить. Первородный грех человека. Он говорит, да. Я говорю, он уже ведь пришел? Говорит, да. И сказал ему, ты ведь говоришь, что он уже прошел через мучение, ради искупления грехов людей. Говорит, да. Ну, тогда я уже прощен. Уже прощен. Все же люди прощены, получается? Нет, говорит, он искупил, но все равно надо его любить, чтобы достичь. Я ему говорю, ты по кругу ходишь. Ты сказал, что он пришел, чтобы искупить первородный грех человека. И что уже искупил. Мы не верим, что он был распят за искупление этого первородного греха человека. И если следовать такой логике, получается, что мы все уже прощены. Ну, в общем, мы не верим во все эти слова о том, что Хауа съела первый, что она совершила первородный грех, и что его унаследовал каждый человек. До дня суда мы в это не верим. Мы просто верим, что это было временем беспечности, забвения, спровоцированного шайтаном. Он подстроил это все, обманув Адама и Еву ложными обещаниями о красивом будущем, если с дерева съедят. Он также сформировал у них мнение, что им действительно нужно это сделать, хотя на это был запрет. Он взращивал в них страсть, и тогда страсть стала потребностью. Он им пообещал, что ангелами станут, и про бессмертие сказал. И под конец еще финальным аккордом научений сказал, клянусь Аллахом, я истину говорю. Адам никогда не слышал, и Хауа тоже не слышал, что кто-то лжет, просто на синем глазу врет именем Аллаха. Они этого никогда не слышали. И если ты никогда в жизни не слышал лжи, ты думаешь, каждый говорит правду, то тогда ты, когда слышишь, что кто-то клянется именем Аллаха, мол, правду говорю, то ты веришь, особенно если ты пророк, особенно если на таком уровне. И вот они ему и поверили, и поели с этого дерева, каким бы именно оно ни было. И когда они это сделали, сразу же, что одежда спала. Библейская история говорит, что они изначально были нагими, что они жили в раю уже нагими, что они там были абсолютно голыми, безо всякой одежды. Это полная ложь, согласно Корану. Мы не верим, что они ходили по раю в таком вот виде. У нас есть доказательства из Корана. Они говорят, Аллах в Коране говорит, Он не спасал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что было до него. Коран указывает на ошибки, на то, что люди сфабриковали, изменили в Библии то, что было изначально в Откровении. Так вот, один из таких моментов, которые изменили со временем, это то, что Адам и Хава жили в раю на Гиме. Мол, вот так оно было. Аллах в Торе и Евангелие не спослал, что Адам и Хава в раю были одетыми. И только тогда, когда они съели с дерева, одежда с них вдруг исчезла. И что они сделали? Говорится в Коране в суре Аль-Араф Это в суре Аль-Араф в Аятах 22 и 23. Он, то есть шайтан, низвел их из рая обманом, через обман. И когда они вкусили от этого дерева, видите, главной целью шайтана было просто сделайте, сделайте, сделайте. Вот поразмыслите над своей жизнью, когда часто мы делаем то же самое. Шайтан любой ценой все для этого делает. Лишь бы человек совершил грех. И когда человек сделал грех, каждый человек должен поступить так же, как в этой ситуации поступил Адам Аль-Хисалям. А именно покаяться, сожалеть. Жалеть о содеянном, обернуться и сказать, что ж я сделал. Ведь когда они съели с дерева, увидели себя на гимии. Поэтому сразу же стали брать райские листья и прилеплять их на себя. Начали скрывать срамное. Они скрывали срамные части тела. В Коране говорится об этом, что они прикрывали себя. Аяты 22-23. Они стали прилеплять на себя райские листья. О чем это говорит нам? Это нам говорит о том, что быть не может такого, чтобы Наби пророк вел себя как-то аморально, грязно, нескромно в раю. В такое мы не верим. Второй момент. Когда они потеряли одежду, что сделала его собственная жена? И что сделал он сам? Они начали прикрывать себя. И не только в одежде дело, но и скромность Адам проявлял перед Аллахом всемогущен и велик. Они же понимали, что они сделали. Поняли. Сразу же опомнились, что Аллах им сказал, вы можете вкушать откуда хотите в этом раю, но с этого дерева не ешьте. Вот это они вспомнили. О, Аллах, что мы наделали? Мы только что съели с запретного дерева, одежда исчезла. И в этом для них был ясный знак от Бога, что неправильно сделали. Что мол, вы только что нарушили границы дозволенного. Так чему же это нас учит? Ладно, они пожалели о содеянном. И сразу же Всевышний Аллах обращается к ним обоим. Разве я не запретил вам это дерево? Разве я не предупреждал вас обоих? И не сказал вам, что дьявол для вас явный враг? И теперь они еще глубже поняли, что сказал Аллах. Аллах же им сказал не приближайтесь к этому дереву, даже не приближайтесь. Аллах не сказал не ешьте с него, а сказал не приближайтесь. И теперь Аллах говорит им, разве я не запретил вам это дерево, к которому запретил даже приближаться. Вот это пронеслось в их разуме. Что мы же не только не должны были есть с этого дерева, но и послушаться первого веления Аллаха не приближаться. И дальше Всевышний Аллах говорит, разве я не предупреждал вас, что дьявол для вас явный враг, что он ваш явный враг, шайтан очевидный враг ваш, разве не говорил вам этого я? И они почувствовали сожаление. И возникает вопрос, мы с вами вот что проанализируем, когда они ели, да или нет? Конечно, он наблюдал. И это по сути не грех, это ошибка. Ведь, как я уже сказал, у пророков нет никаких грехов. Пророки безгрешны. Хотя всемогущий Великий Аллах сказал в суре Туаха, что он заключил с Адамом завет, но не нашел у него твердой воли. Но то, что пророки и посланники безгрешны, это точно. Поэтому мы не говорим, что это грех. Назовем ошибкой. В общем, произошла такая ошибка. Если б мы совершили запрет, это был бы грех. Мы же не пророки, мы в отличие от них не безгрешны. Аллах наблюдал за ним, за Адамом и за Евой Он наблюдал за шайтаном, как он наущал, наблюдал, как он обманывал. В любую секунду он мог вмешаться, но не стал, не вмешался. И из этого мы извлекаем урок, что Аллах не вмешивается. Во многие из наших дел Он может, если захочет, может вмешаться, Он может отправить знак. Вот например, что Аллах сделал сразу после того, как Адам съел с дерева, когда он раскаялся, слова, в которых нуждался Адам чтобы выразить покаяние, Аллах внушил ему. Два момента здесь. Одно дело, что Аллах не вмешался в эту ошибку, но потом Аллах что сделал? Аллах говорит в Коране, Адам принял слова от своего Господа, и он принял его покаяние. Это сура Бакара, 37 аят. В сердце Адама Аллах вдруг внушил слова раскаяния. Господь наш, мы совершили несправедливость по отношению к самим себе, и если ты нас не простишь и не помилуешь, мы окажемся в числе потерпевших убыток. Адам никогда этой дуа не слышал, но Аллах внушил в его сердце, и он почувствовал, что ему нужно именно эти слова Аллаху сказать, чтобы быть прощенным. Аллах говорит в Коране, Адам принял слова от своего Господа, от самого Аллаха, он принял слова, и чему это нас учит? Вот есть хадис в сборнике Муслима, в хадисе говорится, если бы вы были творениями, которые не грешат, если бы вы не совершали грехов, Аллах бы тогда создал новых творений, которые бы грешили, творений, которые бы грешили, а потом бы Аллах внушал им покаяние, они бы каялись, и Аллах бы их прощал. Хадис из Муслима. Что это значит? Не то, что мы вдруг лицензию получили, типа ее, уху, будем грешить, и говорить, о, Аллах, прости, ты же любишь прощать, прости, прошу прощения у тебя, попрошу у тебя прощения, попрошу, и снова грешить, снова прости, упаси Бог от такого. Так мы не делаем, но это показывает, что Всевышний у Аллаха есть имя Аль-Гафур и имя Аль-Гафар, прощающий и всепрощающий, еще у него имя Аль-Афу, стирающий грехи, и ни одно из этих качеств Аллаха не может быть проявлено, если не будет творений, которые смогут грешить. Ангелы никогда не совершают грехов. Аллах пожелал создать джиннов, которые грешат и раскаиваются, и он захотел создать людей. С ними то же самое. Большой урок мы здесь извлекаем. Иной раз с человеком случается такое, что мы совершаем что-то вообще неправильное. Явно ослушались Всевышнего Аллаха. Но что мы должны делать? Хранить надежду. Мы должны помнить, что одна из первых мольб, которые человек произнес, чтобы грех стерся, это была вот эта самая дуа. Дуа Адама Аллах специально ее приберег, чтобы мы так же говорили после греха. Одна из самых мощных дуа из Корана, чтобы грехи простились. Есть в Хадисе и еще есть в Коране. Первая в Коране это вот эта дуа, в Суре Аль-А'раф в Аяте 22 или 23. И самая мощная из Хадиса госпожа мольб о прощении. В Сахихе Бухари говорится, что посланник Аллах сказал, это лучшая мольба о прощении. О Аллах, ты мой Господь, нет достойного поклонения кроме тебе. И так далее вплоть до конца. Ты создал меня и я твой раб. Я буду верен данному тебе обету и обещанию, пока у меня хватит сил. Прибегаю к тебе от совершенного зла. Признаю милости твоей и мой грех, прости же меня, ведь никто не прощает грехов кроме тебя. А вот из Корана Господь наш, мы были несправедливы к самим себе. И если ты нас не простишь и не помилуешь, мы окажемся из тех, кто потерпел убыток. Давайте эту дуа разберем. Много есть слабых сообщений о том, что Адам был послан на землю и он рыдал, сожалел, что мол, он ходил по земле, поначалу не мог найти Хаву, потом в конце концов встретил ее, и говорится, что они якобы плакали за свои ошибки, и так продолжалось до тех пор, пока они не пришли к Арафату, место для Хаджа. И мол, уже вон там они просили прощения. И мол, тогда он произнес слова, Господь наш, были несправедливы к самим себе, если не простишь и не помилуешь, в убытке окажемся. Еще есть сообщения, почти вымышленные, что он посмотрел на трон Аллаха, а там надпись «Нет Бога, кроме Аллаха», и Мухаммад посланник его, и якобы он сказал «Прости меня, ради этого человека, одного из великих людей, которых ты создал, одного из почитаемых тобой рабов Мухаммада», и Аллах якобы сказал «Откуда ты знаешь, кто это?» Надпись на троне увидел, говорит «Когда ты меня создал, я это сказал», и прочее. Это практически выдуманная передача. Мы не должны это принимать. Я вам что хочу сказать? Эти слова он получил не на земле, это понятно из текста Корана. Как? Потому что если посмотреть в Суру Аль-А'раф, она показывает, что Адам и Хауа сожалели, они прикрывали себе, Аллах упрекнул их, и вот тогда оба они сказали эту мольбу. И сразу же после этого, в следующем аяте, в 24-м Аллах сказал «Низвергнитесь и будьте врагами друг другу». «Низвергнитесь все и будьте врагами друг другу». То есть низвержение на землю произошло после просьбы о прощении. Понимаете? Просьба о прощении была между вкушением с дерева и низвержением на землю. То есть они были в раю, когда произнесли «Тудуа». Ну так вот, ключевой момент, о котором я хочу вам сказать. Запомните его. Второй момент. Он сразу сказал «Господь наш, мы поступили несправедливо к себе». Сразу это сказал. И чему нас это учит? Тому, что когда мы ошиблись, согрешили, мы должны сразу же просить прощения у Аллаха. Он сказал «Господь наш, о тот, кто дарует нам удел, наш Господь, наш Создатель, наш Кормилец». Все эти значения включает слово «Господь». Тот, кто кормит нас, заботится о нас, одевает, обеспечивает пропитание, охраняет и так далее. Все это в словах «Господь наш». Все эти смыслы. Мы поступили несправедливо по отношению к самим себе. Мы себе навредили. И вот в этом моменте мольбы, какое идет признание, что несправедливость «Господь». Вот есть люди, которые грешат и задаются вопросом «Зачем Бог заставил меня?» Бог же видел все. Нет, нет. Ты должен признать свою неправоту. Это правило тебе такое. Если ты по беспечности что-то натворил, это твоя ошибка. И что любит Аллах? Чтобы его раб признавал свою ошибку перед ним. Ведь Всевышний Аллах причист. И если ты не окажемся в числе я и Хауа, мы оба окажемся из тех, кто потерпел убыток. Мы с вами должны сосредоточиться вот на этом. Если Аллах не простит нас, мы пропали. Но какая противоположность этому? Она в том, что если Аллах простит нас, то мы спасемся от убытка и обретем спасение. Так вот, покаяние любого из нас потребует либо три, либо четыре условия. По-быстрому расскажу вам. И об этом ученые сказали во многих трудах. Имам Навави писал это. Я вам по-простому объясню. Во-первых, ты должен сожалеть о том, что сделал. Искренне сожалеть о содеянном. Второе это ты должен полностью прекратить совершать этот грех. У тебя должно быть намерение прекратить. Не только сожалеть, но и иметь намерение прекратить совершать этот грех. Сожалеть о нем. И у тебя должно быть твердое намерение никогда больше этого не делать. Четкое намерение должно быть больше не делать так. Третье условие. Сожалеть, прекратить грех и твердое намерение больше этого греха не делать. Вот три условия, которые необходимы, чтобы было принято покаяние за любой грех. А четвертое, если ты забрал у кого-то что-то, то надо это вернуть. То есть, если твоим грехом было воровство, ты должен это вернуть. Вернуть вещь обратно. Если ты кого-то оскорбил, достоинство его задел, то в этом случае ты должен попросить прощения. Четвертое условие требуется только, когда грех задел кого-то еще. И вот эти три или четыре условия нужны человеку, чтобы достичь прощения ото Всевышнего Аллаха. Конечно, все эти три условия были у Адама. И когда Адам попросил о прощении, великий всемогущий Аллах ему сразу же сказал «Незвергнитесь». Он сказал ему и «Хаве» и также Иблису «Все вы низвергнетесь и будьте врагами друг другу». Запомните это, здесь много пищи для анализа. И вот опять же, я вам буду рассказывать какие-то вещи, которые, может быть, в обычных толкованиях вы не найдете, ведь вам нужен глубокий анализ. Двери открыты для тех людей, которые смотрят в Коран и находят там глубокие смыслы, видят их, которые на поверхности не видно. Один из первых моментов — это вот что. Когда Аллах сказал «Будьте врагами друг другу», что же в этой фразе означает слово «враг»? «Враг» здесь, с точки зрения арабского языка, от слов «Ада и Я'ду». «Ада» и «Я'ду» — это означает отличаться, иметь отличие друг от друга. Между вами будет различие, между вами будет разделение. Отличие друг от друга. В смысле разделение. У меня могут быть с тобой различия. Сегодня. Но завтра я могу объединиться с тобой. Сегодня у меня могут быть с тобой различия, а могут и завтра остаться. Это две разные вещи. Если посмотреть вот так, я здесь, ты здесь, цель у нас одна, но способы разные. Мы оба преследуем одну цель, но разные способы. Здесь отличаемся, вот здесь, там, где мои локти, но мы одинаковы там, где мои пальцы. Ты можешь быть вот так, а можешь и вот так. Я могу отличаться в самом начале и при этом отличаться также и в конце. Это показывает, что разные цели и способы тоже разные. Почему я вам это говорю? Адам и Хава — мир им обоим. Оба они с Иблисом. И Иблис с Адамом и Хавой — вот так. Второй тип. То есть они, по сути, враги друг другу. И в способах этого мира, и в целях вечного мира. Они враги друг другу в каждом аспекте. Поэтому Аллах говорит, что ваше различие с Иблисом очевидное, явное. Нет того, что вас сближает. Нет никакой общей цели, чего-то такого, что обе стороны хотят получить. Полностью разные. Но о чем также говорит аят? Здесь ведь три составляющие. В том смысле, что не то, что Иблис и Адам и Хава вместе, а отдельно Иблис, Адам и Хава. И когда Аллах говорит «Все вы враги друг другу», тогда кто еще враг друг другу? Это Адам и Хава, алейхимасалям. Но здесь враждебность уже не такая, а вот такая. То есть то, что они враги друг другу, означает, что они различаются между собой. Есть различия между вами. Но устроено это вот так. Это значит, то есть вы тоже отличаетесь друг от друга. Не всегда вы можете поладить. Мужчина с женщиной. Всегда у вас будут различия в мышлении и поступках. Однако цель у вас одна. Поэтому разница присутствует только в отправных точках. Но нет разницы в конечной цели. Разницы в способах, но не в общей цели. Всем понятно? Понимаете этот момент, да? Объясню, к чему я это веду. Если вы посмотрите в суру Ат-Тагабун, то есть в 64-ю суру Корана, там где-то в середине, или примерно в третьей четверти, вы увидите, что Аллах говорит «О уверовавшие! Воистину среди ваших жен и ваших детей есть враги вам». Аллах говорит «Враги среди них есть». О те, которые уверовали. Некоторые из ваших супруг. Это может быть как муж, так и жена. И некоторые из ваших детей, они для вас Адуву. Такое же слово используется для обозначения слова «враг». То есть они враги. Но смысл здесь не враг. Смысл здесь такой. Они отличаются от вас. И Аллах говорит «Остерегайтесь их, берегитесь их». Что Аллах этим имеет в виду? Речь о том, что, скажем, я и моя жена, если рассмотреть меня и мою жену, очевидные моменты в нас есть, когда мы оба смотрим по-разному на одни и те же вещи. У нас разные подходы, разные способы мыслить и действовать. Однако, когда дело доходит до общей цели, жена хочет попасть в рай, и я тоже хочу попасть в рай, вот как раз это нас и сближает, объединяет нас это. Понимаете? Объединяет. Что это означает? Что есть, скажем так, два вида вражды. Вражда между Иблисом, Адамом и Евой. Есть большая разница между Иблисом и человечеством. Иблис хочет утянуть человечество в ад. Тогда как вражда между людьми, мужчиной и мужчиной, женщиной и женщиной, и мужчиной и женщиной, она тоже присутствует. В определенном смысле вражда есть. Это один момент о мужчине и женщине. И второе, на гуманитарном уровне, есть вражда между людьми. И когда Всевышний Аллах сказал «Будьте врагами друг другу», в толковании говорится, вот настолько красивое толкование, что до самого судного дня различия между людьми так и не разрешатся полностью. Можно изо всех сил сгладить их. Можно как можно лучше постараться между собой договориться, не нападать друг на друга. И это хорошо. Компромиссы могут быть. Можно не спорить друг с другом. Но вы никогда не сможете избавиться от предвзятости, которая существует в человечестве. Полностью от этого никогда не избавиться. Не будет этого до дня суда. Та разница, которая есть между людьми, о ней посланник Аллаха сказал, салаллаху алейхи ва салям, хадис Абу Давуда. Люди, которых создал Аллах. Они как отряды. Представьте, вот этот зал, ряды расчерчены. И здесь ряды молящихся. Люди стоят рядом друг с другом до конца ряда. И представьте, за каждым молящимся стоит другой. Прямо за каждым стоит еще один. То есть ровные шеренги с людьми. И в хадисе пророк сказал, вот есть один человек, который стоит близко к другому, и у них схожие качества. И они объединяются друг с другом. Либо так, либо так. Смотря с какой стороны посмотреть. Так или так. Если у вас с человеком схожие ценности, то симпатия. Если несовместимость между ним и вами, то в этом случае вы просто разойдетесь друг от друга. Отдалитесь друг от друга. Вот есть разные полюса у магнита. Точно так же и в людях есть разные полюса. Некоторые люди ладят друг с другом, а некоторые друг с другом поладить не могут. Так вот, Аллах постановил, что вы будете врагами друг к другу. И еще один момент. В тот момент начался бой между добром и злом. Борьба между добром и злом началась тогда, когда Адам, алейхи салям, был обманут иблисом. Но это не конец. Этот бой продолжается. И продолжится до судного дня. До самого судного дня это не закончится. Только в судный день Аллах это прекратит. Только в день суда прекратит. То есть все это зло в мире, в любой форме, в любом его виде, проявлении, это часть того, что начал иблис. И продолжится все это до судного дня. И вот эти слова Аллаха, «Низвергнитесь на землю». Это в аятах с 23 по 25, суры Араф. И потом Аллах продолжает. Говорит, «Для вас земля будет обителью. Земля для вас будет местом пребывания. Для вас земля будет обителью». Аллах взял на себя. Одна из вещей, которую он взял на себя, это моральный долг Аллаха. За любого человека, который рождается на земле, Аллах взял на себя ответственность. Если в Коране вы посмотрите в начало 12 джуза, то найдете аяты на эту тему. Ваше пропитание, ваше питье, ваш кров, ваша одежда. Удовлетворение этих ваших прав – это долг, который взял на себя Аллах. Он это предопределил. До вашего рождения. В Бухаре есть хадис. Говорится, что когда вы в утробе матери, на четвертый месяц Аллах посылает ангела, которому приказано записать 4 вещи. И одно из первых, о чем говорится, этот ангел записывает ваше пропитание, которое вы будете иметь в жизни, в процессе жизни. Ангел записывает, как долго вы проживете. Одна из вещей, которую он записывает. Также он записывает, где будет ваш кров, одежду, еду, основные потребности. И это, в общем, для всех людей. И возникает вопрос. Вы можете подумать, а как же бездомные? С бездомными-то как? Мы же ведь с вами не скажем, что небо – это их кров, что деревья в парке – это их кров, скамейки, кровати. Не скажешь же так? Таким образом, от ответа не отвертишься. Нет. Суть в том, что когда Аллах это сказал, что его моральный долг – вас содержать, он это говорил в общем и целом. Есть, конечно же, определенный процент, какая-то доля человечества в любую эру, кому Аллах своей милости не дает, чтобы показать остальному человечеству, что он даровал им огромный дар. Например, зрение. Аллах говорит в Коране, «Он тот, кто даровал вам слух, зрение, сердца. Я дал вам возможность слышать, видеть и думать. Разумом наделил». «Дал ведь». Аллах говорит вам, «Имей в виду тем, кто родился, кто читает это и слушает. Я дал вам». Но минутку на земле слепые есть, глухие люди есть, те, у кого нет разума. Что с ними тогда? Всемогущий, великий Аллах, когда сказал это в Коране, Он имел в виду абсолютное большинство. Им Аллах даровал эти милости. А доли процента из человечества, кому Аллах этого не дал, Аллах это сделал по своей мудрости, кому-то зрение не дал, кого-то сделал немым, кого-то калекой. Но для таких людей, Субханаллах, в вечной жизни Аллах приготовил такое, что мы и не представляем. В этом мире смотришь, вот человек-калека, ля-йля-йля-ллах, жалко его, в коляске сидит, не может нормально думать, движение не может контролировать, беспорядочные они у него, и так далее. И ты на него смотришь и думаешь, «Почему?» Спрашиваешь себе, «Почему Аллах сделал так?» «Ну почему?» Разные вопросы об Аллахе приходят, но знаете что? Ты большую ошибку совершаешь, если так думаешь об этих людях. Почему? В хадисе же говорится, «на том свете, в вечной жизни», то есть, по ту сторону. В судный день, Аллах обратится к одному человеку. Аллах скажет, «О такой-то, такой-то, помнишь, в мирской жизни ту головную боль, которая тебя мучила, ту мигрень, которая у тебя была?» Человек скажет, «Да, о, Аллах, я помню это, ты сделал так». Аллах скажет, «Помнишь ту головную боль, которую я тебе дал?» «Да, Аллах, помню». И Аллах скажет, «А теперь я покажу тебе, что дам тебе взамен. За то, что головная боль тебя мучила, я избавил тебя от многих, 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 многих лет в адском огне за эту головную боль. И когда человек это услышит, за одну головную боль, Аллах взамен за нее, «Отно многих лет в аду меня избавил». И тогда он скажет Аллаху, «О, Аллах, если бы ты сделал так, чтобы я родился слепым, родился глухим, родился немым и родился калекой и всю жизнь провел бы вот так, я бы тогда ни разу не пожаловался». Ни разу бы не пожаловался. Видите? Когда вечную жизнь включаешь в уравнение, то все обретает смысл. То, что в этом мире происходит. Самая большая наша проблема. Много философских школ, университетов, колледжей, в которых вопрос поднимают, Бог больше могущественный или больше любящий? Ведь если он больше могущественный, то он бы сделал так, чтобы этот слепой стал зрячим. Если бы он был больше не могущественным, а заботливым, тогда он хотя бы уж проявил бы заботу к творению и сделал бы так, чтобы он прозрел. Так что ему либо милосердия не хватает, упаси Бог, или ему не хватает силы. Какой из этих вариантов правильный? Ля-и-ля-и-ля-ллах. Пытаетесь втиснуть Бога в такую дилемму? В такую простую? Ну так я вам такое уравнение дам. Я хочу, чтобы вы это поняли, особенно дети здесь. Поймите это четко. Давайте сложим числа. Математика. Я скажу 2 плюс x равно y. 2 плюс x равно y. Что скрывается за y? Кто мне скажет, сколько y? Поднимите руки. Ну? Нет? Никто? Ни у кого ответа нет. Почему ответ дать не можете мне? Ну? Почему не отвечаете, сколько y? 2 плюс x равно y. 2 неизвестные, спасибо. Здесь 2 неизвестные. Если есть одна неизвестная, то тогда легко вычислить. Вот, к примеру, если я вам скажу, 2 плюс x равняется 5. Сколько x? Сколько? Ну же, ребят. 3. 3 это x. Ведь 2 плюс 3 будет 5. Но если 2 неизвестные, и у тебя нет информации об этих двух неизвестных, то невозможно будет точно с уверенностью сказать, какой y, да или нет? Да, вот так. Хорошо, вот что скажу. Много людей на Земле, которые ответили насчет y, при этом, не зная, какой x. Что говорят многие люди? «Я знаю». «Я знаю». Вот этот, калека, «Я знаю, почему». «Значит, Бог не милосерден». Другой говорит, «Я знаю, почему лавина вон там обрушилась». «Это потому, что Бога не существует». «Упаси Бог». Другой говорит, «Я знаю, почему у меня жизнь не ладится». «Это все потому, что Бог не отвечает на мои мольбы». И поэтому Бога вообще не существует. В Библии все неправда написано. Коран — это не истина. Это все потому, что люди не могут найти ответ на y. Столько и уже споткнулись об это уравнение про y. Поэтому единственное, что этим людям нужно сделать, остановиться и понять, что когда есть неизвестные переменные, нельзя утверждать. Пока Аллах не покажет нам неизвестную сторону вечной жизни, вы не можете сделать вывод. Не можете решить уравнение. Согласны со мной? Пока не будете знать, что со слепым будет, что будет с калекой, что будет с бездомным, что будет с людьми, которых накрыло лавиной, с теми, кто, например, в Бангладеше переживает кризис, здания обрушились, люди умерли. Пока ты не узнаешь, что случится с ними в вечной жизни, ты не можешь делать вывод, что сказал посланник Аллаха, что мученики бывают разных видов. Он сказал, на кого упало здание, он шахид. Субханалла, представьте, воскресли они в судный день, а при жизни он работал на заводе, бедняком был, за копейки пахал, дома трещина в стене, вынужден был пахать за копейки, и вдруг на него крыша обрушилась, и в итоге он умер. Смотришь, думаешь, о боже, в этом мире страшно выглядит. Десять детей остались без отца, вся деревня оплакивает его, и думаешь, о боже, как Аллах это позволил. 400 человек умерло при одном обрушении. Сидишь, слезы катятся по щекам, ты просто не понимаешь. Но ты не осознаешь, что все 400 человек, может быть, Аллах знает лучше. Многие из них мученики в вечной жизни, воскреснут в вечной жизни, а к ним особое обращение. Вокруг меня ангелы, райские милости, очнулся в судный день, рядом с пророками, пью из райского источника, а где члены моей семьи? Увижу их. Вот что в их голове. А в твоей голове, в этом мире, о нет, черный день, трагедия, пыль в воздухе, люди умерли. За что мне все это? Почему это случилось именно с ними? Вот что люди в таких случаях думают. Но вы не можете решить это уравнение, пока хотя бы две неизвестные. А в жизни ведь их куда больше. Надо размышлять о Коране. Аллах сказал, эта земля для вас будет обителью, местом пребывания. Эта земля будет вашим местом пребывания. Так Аллах говорит. Он дал нам эту землю во временное пользование. И большинство, абсолютное большинство, Аллах обеспечил кровом. Да, маленький процент людей без крова. Аллах лучше знает, что Он таким людям даст взамен в вечной жизни. Еще надо помнить один момент. В этой части аята суры аль-Араф. Эта земля будет для вас обителью. Ты в этой жизни, в этом мире, не можешь быть человеком, у которого в руках находится весь мир. Каждому человеку всемогущий великий Аллах дал свое место в мире. То есть, что это означает? Это означает то, что Он испытывает нас культурой, в которой мы родились, окружением. Вы можете подумать, Субханалла, тот парень, богач меня. Или, например, она умнее меня, он привлекательнее меня и так далее. Аллах дал ему или ей больше, чем мне. Нет, нет, нет. Всевышний Аллах четко предопределил еще до твоего рождения то, что Он тебе даст. И Он хочет испытать тебя именно в этих границах, именно с этими преимуществами. Не жалуйся, скажи хвала Аллаху, Господу миров, что бы Аллах тебе не дал, какого бы цвета ни была твоя кожа, хвала Аллаху, скажи. Какой есть ум, аль-хамду лиллях, имущество, аль-хамду лиллях, окружение, слава Богу. Видел я своих родителей, когда родился или нет? В любом случае, хвала Аллаху, что бы ни было хвала Аллаху. Вот это мое испытание, это смысл аята, что эта земля твоя обитель, поэтому живи. И Аллах говорит, эта земля для вас будет предметом пользования на некоторое время, временно. Эта земля была вам дана. Что Аллах сделал? Поместив тебя на землю, Субханаллах, Аллах окружает тебя необходимыми вещами. И здесь красивый урок. Какой? Многие люди в мире встревожены. Если я, например, вот, к примеру, мне вчера позвонила сестра, у меня, говорит, дилемма, я говорю, какая у тебя дилемма? Мы говорим, живем вот тут, в этой части Лондона. И хотим переехать в другую часть Лондона. И проблема в том, что сейчас семья рядом. В этом плане все хорошо. Но моему мужу так далеко. Часа полтора-два ездить в другую часть Лондона, эти поездки его убивают. Время, проведенное с семьей, урезается за счет этого. Так что мы бы хотели переехать в эту часть Лондона. Но если мы туда переедем, членов семьи рядом не будет. К работе близко будет, но от родственников далеко. А детишкам-то, как раз ведь с родственниками пожить охота. Страх. Как оно будет? Ну, переедем. Мы с ними видеться-то будем. Как будет все? Как мы обоснуемся? Забудь это. Ахи, брат, забудь. Тебе следует знать, что Аллах соберет все вокруг тебя постепенно, постепенно, где бы ты ни осел, где бы ты ни расположился. Вот многие люди, я должен это сказать, многие люди в плане брака перед большой дилеммой, как встать на ноги. Тут аят просто на схожую тему. Так что я об этом скажу. Как крепко стоять на ногах с женщиной в жизни, в материальном плане, предоставлять ей крышу над головой и при этом безопасную работу ей предоставить, о ней заботиться, наши нужды удовлетворять. Как я это сделаю? Как же мне жениться-то? Да не бери на себя много. Кто тебе вообще сказал брать на себя работу Бога? Это Аллах все делает? Нет, так-то, конечно же, понятно. Основные нужды удовлетворять нужно. Ну, хотя бы крыша. Ты же ее в парк не приведешь, да? Бездомный такой. Хочу жениться на тебе. Завтра Аллах даст нам дом, если я на тебе женюсь. Я же не об этом. Жилье нужно. Я вам что хочу сказать? Люди жизнь тратят. Планируя. С 18 лет, когда ох, как надо жениться, в 19-20, распирает изнутри, в 21-22, он женится без женитьбы, если понимаете, о чем я говорю, да? За спиной родителей запретные связи. За их спиной делает вещи, которые делать ему не следует. В 22-23 выпускается, и родители ему говорят, работающие, хорошую, он ищет, находит в итоге хорошую, приходит к маме, папе, говорит, вот, работу хорошую нашел. Говорят, теперь давай вкладывай в какое-нибудь дело. В итоге, годам к 27-28, у него уже такой период начинается, когда его женитьбу так надолго оттянули, ему, слышите, о ней больно. Ему 27-28, ему и говорят, вот теперь, пора тебя женить. В 28-29-30, он себе пару ищет, а все смотрят и говорят, да он старый слишком, не выйду за него. То есть, он старался 10 лет, чтобы встать на ноги, а когда встал на ноги, и вот купил свой дом, невеста в его дом не приходит. Теперь у него другая проблема. Аллах сказал, земля будет для вас обителью и предметом пользования на некоторое время. Вот я женился, вот у этого самого, раба Божьего, который на этом стуле сидит, ни копейки не было. Не было ни копейки и даже не было крова. Но знаете, Аллах дал, наделил. И говорю вам, все, кто женат, они скажут вам, что когда женишься, Аллах объединяет два удела. Удел, предписанный мужу и жене. Два удела вместе. И он приумножается, приумножается с каждым новым ребенком. Поэтому Аллах говорит, вы никогда не должны убивать детей из страха бедности. Так Бог сказал. Не смейте из страха бедности убивать детей. Убивать своих детей. Я говорю вам, не избегайте детей из страха бедности. Другое дело, если слишком много их у вас, то можете избегать, но не надо избегать детей из страха бедности. Ребенок не приносит бедности. Он всегда приносит пропитание. Любой, кто испытал, кто присутствует здесь, у кого двое, у кого трое детей, кого-то Аллах благословил тремя, а кого-то Аллах наделил пятерыми. Тогда уже у вас половина футбольной команды дома. Аль-хамду-ли-лях. Многое Аллах вам даровал, значит. А у кого и десять. Субханаллах. Много благодати Аллах дает им. И они этот удел получают. Больше детей, больше удела. Это другая часть аята. Так, а теперь Аллах говорит три вещи. Опять же, в суре А'Араф, 25-й аят, на ней вы будете жить, на этой земле, будете на ней жить, на ней будете умирать, в этой земле вы будете умирать. И из нее будете выведены. Из этой земли будете выведены. Вновь. Вот знаете, о чем подумал я, когда этот аят прочитал? Сразу подумал, Субханаллах, люди стараются на Марс попасть и жить на далеких планетах. У них все эти космические корабли, шаттлы, ищут жизнь на Марсе. Да что вы, люди, делаете? Миллионы и миллионы долларов тратите. Каждый год. На что? Ради другой жизни за пределами планеты. Может, жить там. Может, скрываться там от ипотек, от проблем. Аллах говорит в Коране, вы на этой земле будете жить, на этой земле будете умирать, и из этой земли вы будете выведены обратно. Что означает что? Что для людей место постоянного проживания земля. Не знаю, зачем они столько тратят. Можно просто аят изучить. Но они не верят в Коран, конечно. Они могут сказать, кислород, скорее всего, нигде не найдут. Нигде, кроме этой земли. Есть эпизоды в священном Коране. Глубоко на них смотришь, думаешь, Субханаллах. Вот знаете, еще что скажу вам. Адам, алейхиссалям, из воды же создан. Есть аят из суры пророки Анбия. Аллах говорит, неужели неверующие не видят, что все живое мы сотворили из воды. Все из воды сотворено. Все живое мы создали из воды. И вот есть один арабский, думаю, он был принцем или министром, и он изучал священный Коран и дошел до этого аята, что все живое Всевышний Аллах сотворил из воды. Все живое Аллах сотворил из воды. И что он сделал? Он взял и отправился в пустыню и стал каждый день там воду разливать на мертвую, мертвую, горячую пустыню, на раскаленный, горячий песок. Он просто приходил и заливал ее водой каждый день. И знаете что? Через несколько месяцев зелень расти начала. Он увидел зелень. Что уж там было, не знаю. Почва смешанная. Мы не говорим о чистой пустыне здесь, а речь о землях посреди пустыни. Он начал там поливать, и в итоге вот эта почва и песок, смешанные вместе, получали воду и пошла зелень. Следующий участок поливал опять зелень. И что он сделал? Создал Эмираты. Эмираты из этой идеи родились. Это мне рассказал один из моих шейхов в Бангладеше. Сказал, что из этого аята он научился как образовать цивилизацию в пустыне. Из этого аята понял. Шейх посмотрел, и Аллах дал ему идею. В итоге вон что построено. И сегодня арабы что делают? Они строят вокруг Дубаев, вокруг Эмиратов. Они строят в пустыне. Как? Если поедете увидите. Все время там вокруг циркулирует вода. Из этого аята Аллах открыл ему это. Можете прочитать этот аят в Коране? Субханалла, одна из вещей, которую сразу же видишь в этом аяте. Аллах же говорит, здесь жить будете. Это ваше место, планета, земля, где вы будете жить и умирать. Еще Аллах так сказал, что всемогущий великий Аллах напоминает нам о том, что та самая земля, на которой протекает наша жизнь, станет местом нашего захоронения. Большой урок здесь. Мы ходим по земле, знаю, часто по бетону ходим, а не по самой земле, но просто представьте, прям под этим бетоном, через меньше, чем полметра под бетоном идет земля, и ходя по ней, по этой земле, мы большой урок должны извлекать, что мы ходим по своей могиле, ведь Аллах сказал, и из нее вы будете выведены. Мы смертны, такие мы, мы умрем. Так вот, мы живем на этой земле, и Всевышний Аллах говорит, что на земле к людям явятся посланники с его верным руководством, об этом в суре Бакара. Подобный этому аят также есть в суре Туха, аят 123, в нем Аллах говорит, не звергнитесь отсюда вместе, и одни из вас будут врагами других. Если же к вам явится верное руководство от меня, то всякий, кто последует моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным. Кто последует моему верному руководству, никогда не окажется заблудшим и несчастным. Никогда такой человек не останется несчастным, не коснется такого человека такое. Если ты последовал руководству Аллаха, что за руководство? Закон Аллаха. Аллах говорит, когда Откровение приходит к пророкам, к посланникам Всевышнего Аллаха, в котором новый закон, то этот закон становится наилучшей, чтобы ему следовали. И, конечно, для нас это Коран, последнее верное руководство для нас. И нам не нужно что-то еще, чтобы наставить человечество, кроме книги, которую Аллах не спослал с небес. То есть, Священный Коран, книга для нас. Так вот, оба они, Адам и Ева, были низвергнуты на землю. Есть много разных сообщений о том, в какое конкретное место на земле они были низвергнуты. Существуют разногласия. Существовали ли еще какие-то люди? Формы жизни, схожие с человеческой. До сотворения Адама, алейхиссалам. Существует дарвинская точка зрения. На половину люди, на половину обезьяны, или на четверть, или на три четверти, или на половину человек-обезьяна, или на три четверти человек, а на четверть обезьяна. Картинки эти рисуют, где обезьяна выпрямляется со временем, якобы. И в итоге человек. И даже вот, да упасет Аллах, поверить не могу, даже мусульманские ученые начинают спорить об эволюции. О том, было ли какое-то еще создание до Адама, алейхиссалам, схожее с ним по природе. Конечно же, если вы покопаетесь в тафсирах, в толкованиях определенных аятов, особенно какие-нибудь странные тафсиры почитаете, много вы в них найдете, помните? В таких тафсирах вы найдете все и вся. Если посмотреть на ученых прошлого, насчет брака, какую часть женщины можно увидеть до брака, всякое писали. И ты не можешь взять любое мнение и сказать, типа, этот же ученый сказал так, поэтому это халяль. Вы знаете, что один из ученых прошлого сказал? На что можно смотреть у женщины? Вот есть разногласия. Только лицо можно смотреть? Или без платка на нее можно посмотреть? Преобладающее мнение в том, что только лицо. И все. До брака лицо можно посмотреть. Все. Больше ничего не надо смотреть. Это преобладающее мнение большинства. Но если копнуть поглубже, можно такое раскопать. Например, можно найти такое, что можно без хиджаба смотреть. Еще что можно на нее смотреть? Как сказал один ученый, ты можешь посмотреть абсолютно на все ее тело. Можете представить? До такой степени. И вы что, хотите сказать, что вы можете взять это мнение? Типа, ну вот этот ученый сказал же так, я за его спину и спрячусь. Все, я в домике. Этот ученый мне дал фетву. Так я сейчас и сделаю. То же самое. Вы можете найти самую разную информацию по этой теме, по теории эволюции. Греки. Греческие философы, которые рассматривали в плане иерархии, где стоит человек. Причем это греки, это даже не исламское просвещение. Они сказали сначала, ангелы идут, звери, животные, внизу, между ними люди, то есть они на категории подразделили существ. И сказали, да убережет Аллах от такого. Предвзятые они. Сказали, мол, африканцы, они внизу, а европейская раса, вверху, целую сетку построили, кто где расположен. И из-за этого некоторые мусульманские ученые начали верить, упаси Аллах, но я это скажу, что существует некая эволюция, что люди как-то развивались. А из наших источников, в хадисе, в Сахихе Бухари, говорится, первым, кого создал Аллах, был Адам, алейхиссалям, кого Аллах создал на земле, это Адам, где бы это ни было. Самым первым, Аллах создал человека, первым на земле, Адама, алейхиссалям. И нет нужды спорить о таких вещах, был ли другой человек или получеловек до него. Другой момент, что мы знаем, мы это знаем, как факт, что такие вещи, в которых людей убеждают, например, убеждают в теории эволюции, у таких вещей нет никаких фактических доказательств. Много попыток было доказать, и если копнете информацию, найдете, что они брали череп обезьяны и череп человека и соединяли их вместе. Целый ряд попыток был так сделать. И эти поделки помещали в научные музеи, чтобы люди смотрели и верили, что это настоящий череп, хотя уже странно, что он один, а других останков полулюдей нет. Согласно тому, что знаю я, никогда не было представлена полная конструкция черепа получеловека, промежуточной ступени эволюции, уже не обезьяна, но еще не человек. Не было такого найдено. До сих пор ничего такого не нашли. Еще хочу сказать вам, если посмотреть на основу, мы знаем, что до человека на этой земле существовали определенные творения. Мы знаем, что джинны жили на земле. Знаем, что животные определенно существовали на земле до сотворения человека. Адама, алейхиссалям, и динозавры. Их существование запросто может быть фактом. Коран ничего конкретного не говорит на эту тему. В Сунне тоже ничего конкретного об этом нет. Может, потому что нам не нужно думать об этом доисторическом периоде, эре, когда существовали эти животные. Но что мы знаем точно, что Адам, алейхиссалям, был ростом 60 футов и в ширину 7. Об этом есть хадис в Бухаре. 60 футов ростом и 7 шириной. Это ясный хадис в Бухаре. И посланник Аллаха, саллиллаху, алейхиссалям, сказал, что когда мы в рай войдем, то каждый человек будет 60 футов ростом и 7 футов в ширину. И есть хадис, думаю, из сборника Абудавуда, что с того времени вплоть до конца времен что происходило? Аллах делал так, что человек становился чуть меньше ростом, чем его предки. Чуть короче. Если проследить от времен Адама до Мухаммада, определенная разница. сильно уменьшился рост людей. Большая разница. Сегодня средний рост мужчины метр семьдесят шесть, семьдесят три, где-то так. Это средний рост мужчины. Средний рост женщины пониже. Но смотрите, с восемнадцати метров до метра семьдесят, то есть десять процентов от изначального роста. Так Аллах уменьшил. Почему? Потому что сегодня миллиардов семь человек на земле. Можете представить, если бы все люди были ростом восемнадцать метров и в ширину два. Субханаллах. Вот тогда бы настал кризис на земле. И все эти темы о контроле рождаемости, это вот опять же, смотрите, это большой, огромный кризис, который люди сами себе создали. До шестидесятых годов, я хочу это подчеркнуть, до шестидесятых, посмотрите на карту, мировую, до шестидесятых годов, вы увидите, что никаких границ в мире особо и не было. Границы в мире, границы были созданы, когда люди смогли путешествовать быстро, из одной стороны в другую, перемещаться быстро. Сначала поезда были первым транспортом, который быстро двигался. Корабли уже были, но на них полгода где-то. Плыть надо было в какую-то часть мира, 9 месяцев там. А с поездами люди впервые смогли преодолевать огромное расстояние за короткое время. Потом самолеты, самолеты когда пришли, люди туда-сюда начали летать по миру, и пришлось создать границы. И вследствие этого ты вдруг смотришь на границ, ведь все сказали «Так, минутку, это моя сторона, моя граница, я тут, не хочу, чтобы кто-то извне прилетал, пока не получит визу, пока ее не предъявят». И когда границы были созданы, уже само по себе это породило определенные кризисы на земле. Богатые собрались на одной стороне, и они остаются там, где хотят, пренебрегая бедными. И когда сегодня рассматриваешь мир, что нужно понять? Аллах дает удел каждому в хороших количествах, а богатые грабят бедных, вот взять Африку, полностью разграблено, все, что Аллах им даровал, отняли у них. Это и минеральные ресурсы, это и золото тоже, все, что Аллах дал им из подземных, ископаемых, и во многих частях стран третьего мира, богатство разграбливали 300-400 лет. Кем же? Типа развитыми странами. Ведь развитыми они стали как раз за счет разграбления этих стран. И теперь они говорят о кризисе. Мол, вас, ребят, слишком много народилось. Лучше бы вам рождаться поменьше, проблемы будут. Так что две семьи там, одна семья тут, от нас подальше держитесь. Это огромная проблема. Мир ее сам себе создал. Но так вот, что сделал Аллах? У Адама алейхиссалям и Хауи начали появляться дети. Возникает вопрос. Через несколько минут я закончу. Вопрос вот в чем. Когда у них пошли дети, например, несколько первых детей, что потом? В этом вопросе мы исходим из сообщений от людей Писания. Мы не можем сказать, что они абсолютно достоверны. И не можем сказать, что абсолютно слабые, но они есть. Сообщение от людей Писания, что дети парами рождались. Каждый раз забеременев, она рожала двойню. Двойня, 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 двойня. И что потом? Первая двойня могла жениться на паре из другой двойни. Мужчина из первой двойни мог жениться на женщине из второй. Это было дозволено только для первых поколений человечества. Иначе ты думаешь, как? Как они потомство оставляли? Это же как инцест. Но нет, Аллах это разрешал только первым поколениям, а после этого Он это запретил. Такого нет, что братьям и сестрам разрешено жениться в Божьем законе до судного дня. Но потом появились два брата. И это уже тема следующей серии, которую мы раскроем. Это история Каина и Авеля. Два брата, сыновья Адама, и между ними произошло преступление. Насчет этого целое толкование Корана. Иншаллах до этого дойдем в следующих сериях. Благодарю. Хвала Аллаху Господу миров.